ребят есть такая программа эрик и д но я не пользуюсь может когда-то и буду но в принципе такой покопался минут 20 и сейчас покажу вот парень задавал сама со школы сама программа ставилась установлена к subuntu 1910 но ведь надо еще настроить смотрел настройки и сужу по опыту с пейчаром там пустые поля виртуальное окружение сам python сама программа не выполняет команде run советовать пейчаром не нужно но правильно бывает что дороговато поэтому в школе есть уже визу студия для веб очень классно ну а rkd очень хорошо будет подходить вот я почитал для тех кто работать хочет с графическими интерфейсами пайк т и другое значит ребят смотрите здесь есть такие хитрости но так как это для ребят школы то смотрите давайте сейчас запустим ее значит что я сделал чтоб вам как бы я поступил с этой программой первое для участников школы я вас прошу тех кто еще не сделал сделать простые вещи джанга 2 плюс vps сервер здесь мы настраивали ворком да виртуаль в рапор вот урок 7 настройте и больше мне не мучайтесь чтоб я не видел создание виртуального окружения каким-то другим способом по одной простой причине потому что я сейчас буду именно по этому принципу создавать виртуальное окружение в чем смысл мы там сервер настраивали но это не важно потому что удобней удобней всегда вот сейчас я это первое удобней ворком набрал команду это виртуал в рапорт надо поставить и вот вам все виртуальное окружение дальше в любого места всегда можно войти ворком нам эрике нв допустим интересует набрали две буквы первые чтоб не было нажали так что у меня там ай я неправильно набрал вирка на не воркан и набрали это воркан все правильно и нажали команду то все вот активировалось виртуальное окружение деактиваты с любого места поэтому не занимаемся фигней я сразу буду добавлять ссылочки которые я нашел урок 7 до запомнили и не дурим голову и сервер также настраиваем теперь смотрите в установке в установке сложного ничего нету если хотите на саму систему поставить то просто набираем не по-русски только install реки d ubuntu да например 1804 здесь команда чап все просто тупо проделываем вот эти вот команды но здесь есть еще такая вещь я посмотрел что ее можно установить виртуальное окружение вот я проверил уже все работает вот я взял и виртуальное окружение у меня есть эрик сейчас мы с вами все это проделаем эрике нв лип поэтому 36 вот она установилась и реки d да потом можно создать вот как здесь дам ссылку по сути дела ярлык но ярлыки уже наверно умеете создавать нет посмотрите как создавать ярлыки можно ярлык создать чтобы не запускать только только с командной строки значит давайте создадим так вот либо создавайте виртуальное окружение как умеете либо все таки сделайте по людские раз и навсегда и так делать всегда на сервере поэтому для того чтобы создать нам виртуальное окружение мы учитывая что у нас установлен по урок который я рекомендовал виртуал в рапор то вот что мы делаем мы открываем папку сначала для eric d я говорю создайте виртуальное окружение так это я закрою сейчас енв открыть терминале все открыли и вводим команду для виртуалов рапор я сразу буду вот здесь пусть у нас будет рик 2 енв для новичков всегда указываете в виртуальном окружении енв приставку просто вам будет удобно вы будете понимать что это виртуальное окружение начнется все вводим команду создаем виртуальное окружение виртуальное окружение у нас создалось дальше открываем документацию и для тех особенно кто хочет попробовать смотрим вот у нас есть python 3 m install eric d то есть по сути дела ставим ее не на сам не сам саму систему а отдельно виртуальное окружение что очень удобно точку уберем здесь пишем урок 7 здесь я напишу урок 7 урок 7 и настраиваем по-людски они не мучаемся урок 7 смотрите дальше ставим eric и d все пошла она ставится она мы смотрим здесь и пк т5 все все свои пакеты сама установит рик 2 енв дальше открываем смотрим рик 2 ли python 36 пакеты вот она установилась пожалуйста не всегда не забываем на будущего что обновить вообще надо было первое что сделать обновить пип ну у нас обновлено все для запуска просто забираем эрик вот она запустилась я смотрю что скорее всего она она мои все проекте там есть какие-то нареживать и удалить вот на наша у парнем у этого нашего не получалось что не получалось запустить им интерпретатор тебя посмотрю интерпретатор команда рано значит что делаем смотрите файл вот здесь есть проекты новый здесь мы можем выбрать значит значит сейчас покажу выбор сначала называем проект пусть это будет тест ран тест ран 2 здесь выбираем язык здесь смешанные языки смотрите очень классно работает с я вас крипту поэтому очень круто здесь мы можем выбрать вот пайкатэ гуи консоль 4 то есть когда работаем с графическим интерфейсом очень удобно мы пока возьмем другое теперь директория директория проекта по сути дела я вас попрошу что сделать лучше всего создайте в домашней директории директории эрик прожит и здесь по сути дела вы будете добавлять проекты то есть вы создали общую по папку теперь вот наш проект пусть он так и называется открываем эрик проект добавляем новую директорию тестером 2 и нажимаем выбрать все вот наш проект обратите внимание когда вы будете работать допустим выбирать пайк т5 гуи но в принципе на ютюбе есть вы ведь видео так тогда обязательно указывайте файл главного сценария но пусть и сейчас укажем ладно ну например как он у вас и будет называться да там это если вы название вашей программы которую будет писать я напишу run 2 пай то есть по сути дела этот файл будет запускаться всегда символы конца строки указываем можно юнис но оказываем наша система ну и дальше хотим заполняем хотим нет нажимаем ok добавить существующий файл проект нажимаем да в принципе пусть будут другие здесь мы всегда добавим сами файлы дачу что сами вот наш файл пожалуйста тест 2 пай теперь нам надо его запустить начать в просто либо нажимаем f2 если у вас что-то на клавиши f2 у меня f2 у меня по моему меню да то просто нажимаем начать выполнить проект любое теперь берем открываем ваше виртуальное окружение у нас виртуальное окружение сейчас и н в я потому что и н в 2 дальше бин папку и копируем этот путь скопировали вставляем сюда и дописываем питон питон дальше указываем рабочую папку директории чтобы было быстрее домашняя директория чтоб не выбирать не выбирать там лучше вообще конечно делать все это пути вы кто знает кто не знает да то тотал командор но я что было более нагляднее сейчас так сделаю начаться вот у меня eric проект где вот вот наш проект час ром тс 2 скопировали рабочая директория все ром тс 2 пусть все стоит ok начать вот сейчас уже появляется перезапуск программа завершила с кодом 0 хорошо два раза щелкаем открывается файл проверим а присвоить значение 5 print а так вот тут еще есть где-то запуск так нам сейчас это не надо начать перезапуск ну пожалуйста программа завершила с кодом выхода 0 вот вам опять до в консоли вывелось то есть то есть все работает значит папа и кт я сейчас не буду думаю кто будет разбираться сам будет разбираться одно видео эти есть на youtube я думаю что пока я остановлюсь на этом ну и дальше пощелкаете да ребят тут есть один важный момент нажимаете вот ключик и здесь есть одна вещь которую я успел ловить за эти 20 минут отладка отладка открываем и здесь основные параметры и вниз вот здесь есть автоматически сохранять измененные файлы что поставьте галочку да обязательно далее файл и здесь должно где-то быть в общем чтобы у вас по сути дела было автоизменение файлов иначе придется постоянно сохранять проект грубо говоря control с нажимать это не очень удобно сохранение здесь дальше посмотрите программу вот обновить опять мы запускаем программу допустим 5 плюс 8 и перезапуск программа вот выдала 13 то есть все работает вы также можете работать в терминале терминале так воркан так у нас рик 2 так воркан сейчас активируем рик 2 и н в я просто это допустим джанга я не пробовал запускать этот проект но все-таки можно будет попробовать открыть в рик и д и джанга посмотреть потому что там есть все-таки иное но тогда я думаю лучше сделать так то есть все сделать в командной строке а потом просто в рик открыть это будет если интересно то можно будет проделать пока я надеюсь что на вопрос ответил и у вас должно получиться уже то есть чего начать да понятно все пока ребят и то есть